Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, растёт. Больше становится и тех вооружённых формирований, что заявили о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий. Новость хорошая, но говорит ли о переломе? Пауза на листовке, призывы и наступление продолжается. Снова бойцы сирийской армии отбрасывают, блокируют и ликвидируют отряды боевиков исламского государства. А террористы пытаются организовать контратаку с применением химического оружия. По мнению военных экспертов, остановить продвижение правительственных сил вглубь восточной части Алеппо военными средствами джихадисты не смогут. Другое дело, сколько понадобится времени. Ведь всё более опасной становится и ведущаяся параллельно информационная война. Юрий Козлов продолжит. В понедельник сирийские войска прорвали передовую линию обороны боевиков в Алеппо. Армии удалось отвоевать несколько районов в восточной части города, но до полного освобождения населённого пункта всё ещё далеко. Позиции исламистов и вооружённые оппозиции, расположенные в жилых кварталах, действовать приходится медленно и очень аккуратно. Каждый день мы находим десятки закладок, которые оставили боевики. Вот это управляемый фугас, самая опасная мина. Такие они устанавливали на въездах в квартал и у входов в жилые дома. Ещё мы нашли сотни самодельных взрывных устройств. Их боевики устанавливали, как растяжки внутри домов. Очень опасная вещь. По оценкам экспертов, всего в контролируемой боевиками восточной части Алеппо находится около 275 тысяч человек. Еды и лекарств не хватает. Последний конвой с гуманитарной помощью ООН приходил сюда две недели назад. Мы жили в мире и процветании, пока не пришли террористы. У нас было всё, а теперь мой дом разрушен. Жить негде, будь они прокляты. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций назвал ситуацию в Алеппо коллективным провалом. Пан Гимун отметил, что в Сирии продолжают гибнуть мирные граждане, в том числе дети. В сложившейся ситуации руководитель Всемирной Организации обвинил руководство Арабской Республики. Официальный Дамаск отмечает, что правительственные войска воюют исключительно с террористами, взаимные обвинения в гибели мирных граждан продолжают приводить и к пикировкам между внешнеполитическими ведомствами России и США. Неделю назад представитель Госдепа Джон Кирби нагрубил журналистке телеканала Russia Today Гайене Чичакян в ходе традиционного брифинга. Дипломат, заявивший, что Россия наносила авиаудары по сирийским больницам, отказался предоставить доказательства своим словам, а саму Чичакян обвинил в непрофессионализме. Вы не считаете важным привести конкретный список тех больниц, в обстреле которых вы обвиняете Россию? Ведь это серьезные обвинения. Я не выдвигаю обвинения. Я лишь говорю, что к нам поступили сообщения от заслуживающих доверия гуманитарных организаций о том, что пять больниц и по меньшей мере один мобильный госпиталь... Какие? В каких городах хотя бы? Вы можете ознакомиться со сведениями сирийских гуманитарных организаций, информация, которые мы располагаем, поступает в том числе и от них. Но вы ссылаетесь на их сообщения без какой-либо конкретизации? Потому что мы считаем, что этим организациям можно доверять. В итоге за сотрудницу Раша Туды заступились даже американские коллеги. Госдепу пришлось принести извинения. Кстати, позже стало известно, что обвинения Кирби основывались на докладе Всемирной организации здравоохранения. В нем осуждались удары по сирийским медучреждениям. Вот только о причастности к этим инцидентам российской авиации в документе не было ни слова. Вы никогда не называете точных координат, дат и мест тех объектов, которые вы считаете, по вашему мнению, были разрушены сирийской армией при поддержке ВКС России. Никогда. Зато факты нанесения ударов по мирным районам Алеппо вооруженными боевиками американские дипломаты официально признали и даже осудили на заседании Совбеза ООН. Впрочем, сразу после этого постпред США Саманта Пауэр обвинила сирийских офицеров в совершении военных преступлений. В США осуждают удары, нанесенные по западному Алеппо силами оппозиции. С 1 ноября эти атаки унесли около 60 жизней. И мы согласны с Россией, что таким нападением не может быть оправдания. Но у меня вопрос, признает ли когда-нибудь Россия хоть один авиаудар, нанесенный режимом Ассада по гражданским целям? Последние информационные вбросы насчет нападений на гражданские объекты носят исключительно пропагандистский характер. Они не подтверждаются данными объективного контроля. Если ориентироваться на эти сообщения, то сирийцы якобы только и делают, что бомбят больницы, как будто нарочно наращивая интенсивность в преддверии заседаний Совета Безопасности. Если суммировать все интернет-данные по атакам на медицинские учреждения, можно удивиться количеству лечебниц, которым не располагала довоенная серия. При этом каждый раз утверждается, что больше работающих больниц не осталось. Так называемый сопутствующий ущерб, понятие циничное, но, к сожалению, актуальное для любого конфликта. И заявление о том, что у одной из сторон руки полохоть в крови мирных граждан, а у другой чистая, мягко говоря, некорректная. Разница в целенаправленности действий. И сирийско-российские альянсы, и проамериканскую коалицию сложно обвинить в умышленном убийстве мирных граждан. В то же время атаки боевиков на гражданские объекты почти всегда выглядят как хорошо спланированные акции. А в начале недели, после прорыва обороны боевиков правительственными силами, исламисты обстреляли одну из школ Алеппо. Погибли семеро детей. Информацию подтверждают даже нелояльные Асаду правозащитные организации. Детям всего по семь лет. В чем они виноваты? Они просто сидели на уроке, и сюда прилетела ракета. Она убила половину класса, остальных покалечила. Боевики делают это специально. Наша армия уничтожает террористов. Они мстят и обстреливают школы. Посмотрите, кого они бомбят. Это же беззащитные дети. Российские военные опасаются, что на фоне наступления войск Асада исламисты начнут активнее использовать в Алеппо химическое оружие. К этому боевиков может подтолкнуть и нежелание международных структур расследовать предыдущие случаи использования отравляющих веществ. Речь идет о найденных в Алеппо российскими специалистами снарядах со следами и прита. Мы, как вы знаете, по линии нашего министерства обороны незамедлительно обратились в ГАГу к руководству организации по запрещению химического оружия с просьбой направить, срочно направить своих экспертов в Алеппо и поучаствовать в анализе этих проб. К сожалению, видимо, под сильнейшим давлением наших западных коллег, руководство этой технической организации выполнить такую элементарную функцию отказалось, ссылаясь на соображение безопасности. Поэтому мы, насколько я знаю, своих коллег в Министерстве обороны, сейчас прорабатываем возможность самим доставить в ГАГу, в Организацию по запрещению химического оружия, эти собранные пробы. Как будет дальше развиваться история с применением боевиками запрещенного вооружения, покажет время. Официальный Дамаск, между тем, явно не надеется на то, что мировое сообщество признает удерживающие Алеппо-группировки террористическими. Параллельно с наступлением власти Сирии предпринимают попытки политического урегулирования ситуации. В среду Башарасат на три месяца продлил закон об амнистии боевикам, которые сложат оружие. Растет и число населенных пунктов, присоединившихся к инициированному Дамаскам процессу примирения. Приверженность условиям прекращения боевых действий выразили около тысячи поселений и почти девять десятков антиправительственных группировок. Юрий Козлов, Вокруг Планеты.